Два друга адвоката подозреваются в обмании на 3 миллиона. Под следствием оказались мужчины 96-го года рождения. Один из Мурма, другой из Владимира. В июле прошлого года фигуранты договорились осуществлять защиту их общего знакомого, которого полиция задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У задержанного есть приятель. Он тоже знаком с этими адвокатами. Мужчина переживал за друга и готов был даже оплатить услуги защиты. И вот, зная об интересе потерпевшего к делу, подозреваемые, по версии следствия, решили на нем нажиться, убедив, что мужчины тоже заинтересовались в органах по делу о наркотиках. Сообщили своему знакомому, что должностные лица УМВД России по Владимирской области якобы планируют привлечь его в качестве обвиняемого за незаконный оборот наркотиков. Для придания веса своим словам они изготовили и продемонстрировали ему поддельные документы, в которых подтверждалась причастность указанного гражданина к преступлению. А также сообщили, что имеют соответствующие связи в полиции и за денежные вознаграждения в размере 3 миллионов рублей должностные лица УМВД способны решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности. 23 апреля этого года один из адвокатов встретился с потерпевшим на проспекте Ленина и получил от него пакет с наличными. Но он не знал, что мужчина, который передавал деньги, предварительно сообщил обо всем ФСБ. Оперативники задержали злоумышленника на месте. На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности региональным СУСК в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Один из них лишен адвокатского статуса. Подозреваемых заключили под стражу. На машину одного из них наложили арест. Кстати, один бывший адвокат согласился сотрудничать со следствием. Поэтому его дело будет выделено в отдельное производство. Владимир вошел в период масштабных преобразований. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. По словам Александра Авдеева, в областном центре в ближайшие годы планируется заняться обновлением элементов благоустройства, заменить тротуарную плитку, а также реализовать ряд проектов. Всего на эти цели потребуется несколько миллиардов рублей. Владимир вступает надеющим, без форс-мажоров, если все будет. Вот в такую же фазу, примерно, как Суздаль, на ближайшие три года будет реализовываться ряд крупных заметных проектов по благоустройству. Часть проектов вы уже слышали. Это улица Вокзальная, Привокзальная площадь, пешеходная доступность к нашему Успенскому собору. Я думаю, что это будет несколько миллиардов. Напомним, еще в 2022 году глава Владимира Андрей Шохин в ходе прямой линии анонсировал создание пешеходной зоны от филармонии до вокзала. Это порядка одного миллиарда рублей. Мы тоже с губернатором это обсудили, что это нужно делать. Хотели мы это делать, максимально сделать. Это все до 2024 года, до тысячелетия Суздаля. Я хотел вот эти лестницы на вокзал сделать уже в этом году. Но вот мы проводили торги, у нас на первой торге никто не вышел. Видимо, там сроков испугались. Однако на этот раз глава региона рассказывал об обновлении определенных объектов, а не о создании полноценной пешеходной зоны. Среди прочего, в планах у властей заняться филармонией. Очень аккуратно об этом говорю, но очень хотелось бы, чтобы это нашло свое подтверждение. После завершения театра, следующим этапом будем делать модернизацию, реконструкцию филармонии с приведением ее в порядок внутри и снаружи всей прилегающей территории с новыми элементами благоустройства. Также в будущем ожидается ремонт авто и ШД вокзала, а также облагораживание привокзальной площади. Деньги сейчас выделены на приведение в порядок вокзала, автовокзала. К сожалению, наши партнеры из РЖД, хоть и обещали в 2024 году приступить к реконструкции ЖД вокзала, так и не приступили. Вроде они говорят 2025 год, но как-то мне это уже тоже не нравится. Хотелось бы, чтобы они тоже вокзал начали реконструировать. Кроме того, Александр Авдеев рассказал и о судьбе так называемых казарм на Ерофеевском спуске во Владимире. Их все-таки планируют сносить. А вот что на их месте построить, губернатор предложил поразмышлять, что называется, всем вместе. Он под снос, уже экспертиза есть, он под снос. Вот это мне вопрос к вам, у меня просьба. Используя, значит, возможности ваши, прессы, общение с молодой аудиторией, значит, давайте посмотрим, а что там может быть. Территория не самая удобная. К слову, в ходе общения с журналистами Александр Авдеев поделился рецептом проведения масштабного благоустройства. В качестве примера он привел Нижний Новгород, где не так давно прошли большие благоустроительные работы. Однако это было достигнуто за счет огромных займов. Как отметил губернатор, госдолг у соседей в 10 раз больше Владимирского и составляет 150 миллиардов рублей. Было бы можно побольше занять, я бы занял. Кто бы давал, что называется, полномочия. Но, как ни странно, пока даже занять не под что. Мы еще не научились переваривать хорошие, большие, дорогие проекты. А было бы неплохо начать, допустим, переваривать проекты, допустим, по реконструкции стадиона «Торпеда», который будет стоить от 3 до 5 миллиардов. Так что пока жителям Владимира, видимо, придется довольствоваться точечными благоустроительными работами. Когда же власти научатся переваривать большие и дорогие проекты, вопрос остается открытым. Алексей Домнин, Артем Замоскин, Шестой канал. Во Владимире будет установлен вариант памятника Юрию Долгорукому, где он изображен без коня. Об этом сообщил источник Шестого канала. Напомним, 27 августа в ходе проведения пресс-конференции глава региона сообщил о том, что победитель конкурса на памятник князю во Владимире уже определен. Александр Авдеев тогда не уточнил, какой из представленных вариантов оказался победителем отбора. Однако отметил, что он ему понравился. Мне там один, как бы не знаю, мне показали, кто выиграл. Мне понравилось. Кто-то видел, нет победивший памятник. Мне понравилось. Так что его тоже будем готовить. Так что все в процессе. В городской администрации также пока держат победителя в тайне. Напомним, в конце мая мэрия объявила конкурс на эскизный проект памятника Юрию Долгорукому. Он продлился до 15 июля. Его предлагается установить на улице Георгиевской во Владимире. Позже нашему телеканалу удалось увидеть представленные проекты. И вот теперь наш источник сообщает, что победил тот вариант памятника князю Юрию Долгорукому, в котором он держит в одной руке макет храма, а в другой опирается на меч. Общая высота монумента составит, судя по описанию, порядка пяти метров. В левой руке ближе к сердцу он держит макет храма. Правая рука опирается на двуручный меч, воткнутый в землю. Он хозяин, удерживает веренную ему территорию. Фигура стоит на горке, холме, символизируя собой крутой берег, на котором расположен град Владимир. Вся композиция стоит на гранитном постаменте, состоящем из трех ступеней овальной формы, символизируя собой щиты. Скульптура выполняется из бронзы. Примерная высота пять метров. Но когда его планируют устанавливать? В этом или следующем году? В городской администрации нам сообщили, что в настоящий момент точные сроки установки не определены. Алексей Домнин, Шестой канал. Первое сентября. Это не только начало осени, но и, конечно, праздник для всех школьников. В этом году как торжественные мероприятия, так и уроки начнутся второго числа. Во Владимирской области 920 образовательных организаций разных видов. Всего в них обучаются более 320 тысяч человек. Кто-то окажется за партой впервые, а кто-то уже привычным жестом закинет свой рюкзак на стол. Всего в 2024-2025 учебном году за парты сядут 149 тысяч 469 человек. Это чуть меньше, чем в прошлом. В прошлом была 151 тысяча. Первоклашек в этом году больше 14,5 тысяч. Несмотря на снижение количества школьников, специальная комиссия все равно проверила все учебные заведения и вынесла свой вердикт. Учиться можно. К 183 образовательным заведениям около 10 тысяч учеников будут подвозить школьные автобусы. Всего в области 320 единиц подобного транспорта. Насчет питания привели интересный пример. В Собинском районе 100% школьников с 1 по 11 классы получают обеды в учебном заведении. 100% охват питания учащихся начальных классов и учащихся среднего звена, основной школы, старшей школы. Они получают питание. Если брать по итогу прошлого года, это около 80% ребят кушают в школе. Большим подспорьем стал и ремонт школ. Однако, как утверждает министр образования, если и остались какие-то работы, то они никак учебному процессу не помешают. Школы у нас подготовились к началу нового учебного года. Капитально отремонтированы. Не все, конечно, еще ряд работ продолжается. Также этот год стал первым для трех новых школ. Это учебные заведения в Коврове, Доброграде и Лакинске. В сумме они дадут примерно 2500 учебных мест. По заверениям министра, это приблизит Владимирскую область к решению проблемы со второй сменой. К слову, за последние десятилетия примерно на 6% снизилась необходимость обучения в вечернее время. В этом году всего 12% школьников будут учиться во вторую смену. По стране средний показатель 15%. В новом учебном году школьников ждут нововведения, а именно разные развлекательные и образовательные локации. Будут открыты три новых кванториума. Два в городе Владимире и один в городе Гусь-Крустальный. Их станет шесть. Будет открыт еще один IT-куб в Кольчугино. Их станет семь. Кроме того, у нас открывается в первых чистых сентября центр по подготовке операторов беспилотных авиационных систем. Также в ВИРО будет открыт центр поддержки одаренных детей и молодежи, где ребята займутся наукой, спортом, искусством и социальными активностями. При таком количестве учащихся и внеучебных мероприятий достаточно остро стоит вопрос о нехватке педагогического состава. Владимирскому региону требуется около 180 работников образовательных организаций. Власти о проблеме знают и пытаются решить, заверяет министр образования. Кадровый вопрос, конечно, сложный. Он сложен не только для Александрова, для Владимирской области, для всей Российской Федерации он сложен. Не случайно на разных уровнях предпринимаются меры, чтобы вот эту ситуацию облегчить. Среди федеральных проектов значится программа по разработке новой системы оплаты труда, которая увеличит к 2027 году зарплату учителя примерно на 32%. Программа по снижению бюрократической нагрузки и другие. О том, из-за чего учителя увольняются со школ и какие еще реализовываются меры по удержанию и привлечению педагогов, смотрите скоро на нашем канале 6tv.ru. Дарья Плещук, Егор Дейкевич, 6 канал.